Владимир, 67 лет, не понимает, что происходит. Сто раз сказано было, прозрачно, работаете прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов, уже несколько десятков уголовных дел вознуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует. Да вы чего? Оказывается, Путин-то у нас против коррупции и постоянно говорит своим чиновникам. Работаете прозрачно. Они его не слушаются и все равно воруют сотнями миллионов, скорее даже миллиардами. Ведь слова эти наш президент говорит о космодроме Восточный, который, напомню, изначально собирались построить за 150 миллиардов рублей. А сейчас эта сумма выросла до фантастических 300 миллиардов. Дорогой Владимир Владимирович, я сейчас специально для вас сделаю одну очень простую вещь. Раз уж вы заговорили о прозрачности, раз уж вы ее требуете и сто раз говорили. Сто раз сказано было, прозрачно, работайте прозрачно. Не буду сейчас даже копаться в контрактах на строительство и сыпать цифрами, хотя с 2012 года фонд борьбы с коррупцией просто кричит. На этом космодроме разворовывают все. Также я выяснила, что по части объектов Роскосмос и подведомственные ему организации заключали эффективные государственные контракты на сотни миллионов рублей. И более того, продолжают это дело сейчас. На строительство Космодрома Восточной было потрачено более 120 миллиардов рублей. А это деньги из бюджета, налогоплательщиков, а значит и мои. Я ткну пальцем в самую верхушку, почти рядом с вами, дорогой товарищ президент, и мы тогда немножечко поговорим о прозрачности. Итак, Космодром Восточный, где, как справедливо сообщает нам Путин, все разворовали. Кто им командует? Роскосмос. А Роскосмосом кто командует? Тот, кого вы и назначили. Дмитрий Олегович Рогозин со своим другом, роботом Федором, который будет покорять дальний космос. Впервые в мире мы запускаем 22 августа. Эту машину называется, значит, космический робот. У него сокращено название Федор. Аппарат будет работать в режиме полного копирования действия космонавта. Сначала со станции, потом это можно будет управлять им непосредственно из Центра управления полетами. Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечить для нас и покорение дальнего космоса. Покорение дальнего космоса. Покорение дальнего космоса. К сожалению, у нас в ФБК такого наимоднейшего робота нет. Ну, мы по старинке, ручками. Берем официальную декларацию главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он чуть больше года там проработал. Давайте посмотрим, сколько же заработал наш космический управленец. 29,5 миллионов рублей доход Рогозина за 2018 год. И прямо написано, из них 23,5 это по основному месту работы. То есть от Роскосмоса. И еще 6 миллионов пришло, бог знает откуда. 2 миллиона рублей в месяц. 100 тысяч рублей в день. Мы за прозрачность. Ну, может, столько и положено платить человеку, который собирается осваивать дальний космос с помощью робота Федора. Покорение дальнего космоса. Давайте глянем тогда, сколько получает директор американского НАСА. Там вроде бы и с космодромами все получше. И запусков они делают гораздо больше, чем мы. Но, понимаете, зарплата директора там максимально в районе 250 тысяч долларов в год. То есть 16 миллионов рублей в год. То есть в полтора раза меньше, чем у нашего Рогозина. Это, кстати говоря, ужасно интересно в свете того, что, например, с обычными инженерами ситуация ровно обратная. Инженер в НАСА получает в среднем 82 тысячи долларов в год, то есть 430 тысяч рублей в месяц. А на российском предприятии Роскосмоса инженер почему-то получает 60 тысяч рублей в месяц. Но возвращаемся к нашему Рогозину и продолжаем смотреть, что же можно заработать в государственной корпорации. Смотрим декларацию дальше, сравниваем раздел «Транспортные средства» за 2017 и 2018 год. И видим, что семейство Рогозиных разжилось аж двумя новыми автомобилями. Сам Дмитрий Олегович изволил приобрести Мерседес С560. Такой в средней комплектации стоит порядка 12 миллионов рублей. Ну и жена стала богаче на целый Ренш Ровер. Это миллионов 8 рублей. А, кстати, у робота Федора, между прочим, автомобильчик-то попроще. Ну что же вы, Дмитрий Олегович, ну купили бы пацану гелик. Ну а чё, если вы, отработав год в Роскосмосе, смогли потратить на автомобили только около 20 миллионов рублей, чем робот Федор хуже? Тем более, что когда он улетит покорять дальний космос, его тачка достанется вам. Ну и это ещё не всё. Мы продолжаем смотреть декларацию и видим дача. Дача? Как дача? Какая дача? Раньше её не было, а сейчас, слава Роскосмосу и Космодрома Восточный, она появилась. Ну и кого же нам расспросить-то про неё? Видите, хоть Путин и требует прозрачности. Но абсолютно никто, ни ФСБ, ни Администрация Президента, ни Счётная Палата, ни Прокуратура, ни ИСКА, ничего не знает о новенькой даче Дмитрия Рогозина. Непонятно, что делать. Хоть к роботу Фёдору обращайся. А мы и обратились. И вышло так, что в рамках подготовки к заброске в дальний космос, наш уникальный робот летал прямо над дачей своего начальника. Наши передовые технологии, к сожалению, бессильны перед высокими деревьями, но кое-что нам разглядеть всё-таки удается. Мы на севере Москвы, вот прямо за МКАДом, в районе Химки. И вот, почти 800-метровый новенький дачный дом Рогозина. Он стоит на симпатичном лесном участке 25 соток, который мы тоже видим в последней декларации Дмитрия Олеговича. Но уже на месте нас ожидал сюрприз. Месяц назад Рогозин расширил своё владение ровно в два раза, и теперь это участок в полгектара. И как вы видите, тут кипят работы, прямо как на космодроме Восточный. Возводят какую-то беседку, везде стройматериалы, ну а сзади видно уже построенную внушительного размера баню. Давайте сделаем ещё кружочек над Рогозинским имением. Вдруг что-то интересное увидим, и да, замечаем дорожку, которая ведёт сначала непонятно куда. Посмотрим поближе, и отчётливо видим калитку на соседний участок. И с другой стороны забора, посмотрите-ка, там прямо специальная тропинка вытоптана. Очень интересно, с кем это так Рогозин дружит, что даже участки свои соединил. И дом такой приличный, больше Рогозинского даже 808 квадратных метров. Ответ на этот вопрос обычно можно найти в выписках из Росреестра. Но не в этот раз. Потому что согласно официальным документам, всем этим владеет физическое лицо. Вот это я ненавижу. Прямо ужасно бесит. Мы всё чаще и чаще сталкиваемся с этим, когда расследуем российских жуликов. Они секретят себя в официальных документах. Типа они настолько важны, настолько велики, что все разведки мира нацелены на одно — найти их дачу. Рогозин, между прочим, свою гигантскую квартиру 350 квадратных метров точно так же засекретил. Там тоже теперь только одни физические лица. А если они что-то так усиленно прячут, нам ещё интереснее, конечно, хочется докопаться до правды. Давайте искать подсказки. Мы внимательно смотрим на всё, что может нас нацелить, но хоть какой-то нужный след. Вот посмотрите. На засекреченном участке мы заметили несколько машин. Одна из них — Рэнш Ровер. Точно такой же, как значится в декларации Рогозина. Угу. Вторая подсказка бегает рядом с Рэнш Ровером — это пёс. Очень похожий пёс фигурирует в твиттере Рогозина под кличкой Пончик. Ну а третью подсказку мы находим на этой фотографии из твиттера Рогозина. Подпись — Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо. Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым годом. Эта фотография, как мы теперь понимаем, сделана вот у этой скамейки на участке таинственного физического лица. Здесь совпадает абсолютно всё, но тем не менее остаётся один важный вопрос. Товарищ Рогозин, а где же такса Николас? Согружаем животное экспериментальное в эту жизнь, потому что на больших глубинах есть огромное давление воды. Та самая такса, которую вы топили, а потом якобы взяли домой. Где Николас? Овчарку Пончика мы видим бегает. Робот Фёдор тоже у всех на виду. Но где такса? Два года прошло. А что касается участка, понятно одно. Рогозин пользуется им уже несколько лет. Кто на самом деле скрывается с зашифровкой «физическое лицо», мы тоже знаем. В своих собственных рабочих архивах мы обнаружим, что 4 года назад мы уже брали выписку на этот дом. Но тогда, видимо, не было такой угрозы национальной безопасности. И хозяин вот этого 808-метрового особняка еще значился под своим именем. Серебряков Геннадий Николаевич. Это, по словам самого Рогозина, его тесть, отец жены. Там же, чтобы вы вдруг не подумали, что он какой-то бизнесмен или олигарх, уточняется. Геннадий Серебряков бывший сотрудник КГБ. Сейчас ему 81 год, а дачу он купил в 77. Поэтому нет ни малейших сомнений, что и здесь были использованы деньги нашего главного космонавта. Кстати, если уж попало в кадр. Соседний, тоже 800-метровый дом, в 2017 году был куплен помощником Рогозина в правительстве, Масенковым Валентином Семеновичем. Сейчас Масенков по удивительному стечению обстоятельств работает управляющими делами в Роскосмосе. И зарплата у него там тоже такая же огромная, в районе 20 миллионов рублей. Ну что же, настало время детально поговорить о деньгах. Участок Рогозина, полгектара земли и 800-метровый дом стоят 200 миллионов рублей. И это очень скромная оценка. Прямо сейчас на продажу выставлен вот этот соседний пустой кусок земли. Ценник более 3 миллионов рублей за сотку. Участок пожилого тестя Рогозина мы оцениваем в 150 миллионов. И это сделать нам очень просто. Мы нашли объявление о продаже вот того дома, гораздо более старого и менее ухоженного, за 135 миллионов. Таким образом, дорогой Владимир Владимирович, и я, и уверен, вся страна, ставит перед вами такой простой вопрос. Можете ли вы, с точки зрения вашей любимой прозрачности, которую вы требуете, работаете прозрачно, объяснить появление у семьи главы Роскосмоса этого имущества? 350 миллионов, то что находится по декларациям, это в три раза больше, чем Дмитрий Рогозин мог заработать чиновником за всю свою жизнь. Но кроме того, вы знаете, нас и официальная зарплата в 23 миллиона сильно смущает. Можете вы объяснить нам, почему вы назначили директору и заместителю Роскосмоса зарплаты больше, чем у главы НАСА? Нет, мы не против большой зарплаты, но почему она безумно большая? Неужели в нашем бюджете так много лишних денег? Это очень важно объяснить, потому что, ну как же вы можете требовать прозрачности от людей внизу, если на самом верху, в открытую, мы же сейчас ничего не использовали, кроме опубликованных деклараций, настолько не сходятся концы с концами. Ну а если объяснить и навести прозрачность вы не сможете, то совершенно правильно Дмитрий Олегович Рогозин предлагает назвать космодром Восточный вашим именем. Провальный проект, который строили на несколько лет дольше, чем обещали, цена которого выросла в два раза и на строительстве которого украли миллиарды. Ну конечно же, он должен носить имя Владимир Путин. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.